привет мои дорогие с вами людмила хамула и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня будет видео уходовая меня если честно удивила просьба моей зрительницы мои подписчицы бахит вам привет попросила снять уходовое видео у меня когда ну если бы как это объяснить если бы вы попросили снять видео то которое допустим я там раз в полгода снимаю или то видео которое я ни разу не снимала то я бы еще отреагировала ну как ну ладно все хорошо а просто макияжный макияжные уходовые видео пустые баночки распаковка каталог покраска волос это у меня прям стабильно стабильно до отзыв на новинки стабильно то есть это прям вот моя визитная карточка уходовое видео потому что на моем канале там по моему около 1000 видео может чуть меньше не знаю давно уже не смотрела статистику и что хотела сказать и я уверена если вот так вот посмотреть да зайти в плейлист у меня так и плейлист называется уход вместе с фаберлик или уход фаберлик что-то такое то мне кажется ну половина видео точно уходовые и вот меня эта просьба удивила я конечно объяснила что я такого я вообще видео снимаю исключительно по желанию исключительно по настроению исключительно по каким-то знаете ну есть у меня да я же не свободный человек от я вот не сижу дома целый день вот я захотела сегодня для вас видео с ней да я работающий человек естественно я и дома живу не одна чтобы снять видео нужно чтобы дома никого не было чтобы у меня был выходной и при том чтобы выходной был свободный чтобы видео снять я никогда я редко когда снимаю одно видео в день я всегда снимаю от двух и и Я могу даже 9 штук снять, вот раньше, особенно когда я сидела дома, да, не работала, я не ходила на работу, как-то я работала онлайн, но я не ходила на работу, и получается я могла снять и до, ну как, 9 видео в день, понимаете, а чтобы видео для вас снять, к нему нужно подготовиться, то есть нужно приготовить те средства, да, которые я буду вам показывать, потом эти средства убрать, там, ну вот, понимаете, это же не стоит, у меня, вот как муж у меня любит говорить, что у нас все вечно спрятано, ну как понять спрятано, ну вот сегодня тебе нужно вот это, допустим, да, завтра другое, но это же не может лежать вот в общей куче на столе и ждать, когда ты захочешь, так же у меня, у меня же не стоит это все в одной куче, у меня, конечно, все это разложено по местам, что-то даже, может быть, уже и забыто, где это лежит, как говорится, да, я же человек, и чтобы для вас видео снять, я подготавливаюсь, то есть я вот приношу все, потом отношу все, это же все время, да, потом маски, если какие-то я ложу на лицо, да, то это тоже время, это минут 20-30, видео само снять где-то минут 40, да, помимо того, что снять видео, его еще отредактировать, его надо конвертировать, ну то есть сделать так, чтобы видео, я медленно разговариваю, чтобы его, ну и бывает видео у меня же длинные все-таки, чтобы ускорить речь мою, плюс это все же загружается, плюс на YouTube загрузить видео, это тоже долго загружается, бывает быстро, а бывает долго, помимо того, что они там еще и обрабатывают, это видео проходит модерацию, плюс мне потом сесть нужно и отредактировать, то есть зайти в Фаберлик, выписать все артикулы, скопировать все ссылки, скопировать все названия, все это вставить, это все отредактировать, да, вот, то есть, ну вот, то есть это не вот, не сиюминутный процесс, и поэтому видео я, и тем более уходовое видео, я в основном снимаю всегда с новинками, либо вот я захотела что-то, допустим, ну вот, показать вам, да, и чтобы вот просто так не показать, а либо покраски волос, окрашивание волос, либо уход сделать, и я почему так долго, потому что я объясняю, что если бы на моем видео такого, на моем канале такого видео не было, я бы как бы просто сказала, да, да, хорошо, я сниму, а от таких видео у меня вагон и маленькая тележка, меня это желание не позабавило, а удивило просто, я была удивлена тому, что Бахыт меня попросила снять уходовое видео, когда я, ну, уж одно раз в месяц, у меня всегда есть уходовое видео, тем более новинок-то нет, что снимать, старинки, периодически вы и так видите, ну, я показываю, да, в общем, вот, а иногда просто вот не хочется к вам лицом выходить, я же тоже человек, да, я же, как объяснить, со своими тараканами в голове, вот, ну, не хочу я лицом выходить, вот, ну, не хочу вот сегодня, вот, ну, вот, не располагает у меня такое, да, настроение, желание, так что вот, ну, просьба есть, просьба, выполняю, новинок нет, единственное, я вспомнила, я же так и не протестировала с вами вот эту вот маску, мне Марина, подписчица моя, зрительница, советовала ее использовать как карбокситерапию, я, правда, ну, она объяснила мне, она в два раза, причем объяснила, как воспользоваться, ну, просто я не увидела разницы между тем, нет, я-то сейчас, господи, нанесу так, как она мне посоветовала, но я не понимаю разницу между тем, смешать в чашке, либо смешать на ладони и быстро-быстро нанести, она говорит, что эта маска работает как карбокситерапия, если в прошлый раз, когда я ее смешивала в чашке, наносила руками, мне она не понравилась, то сейчас посмотрим, как будет вести себя маска, так, ну, лицо я гелем помыла, но я хочу помимо геля еще сегодня роллинг гелем сделать, я помыла гель Green Karma, я имею в виду лицо, очистила лицо, у меня вечерний уход, я вечером снимаю видео, у меня один выходной, у меня на работе там немножко изменения будут, не знаю, как там, посмотрим, и у меня сейчас, если честно, ну, вот бывает же, голова забита именно вот этим, вот, я как бы не хочу уходить с работы, нет, меня там не увольняет, вы не подумайте, просто у меня немножко получается перетурбация, просто этот отдел, где я работаю, закрывается, в связи с тем, что продажи упали, а у нее отдел, у моей шифини, да, в другом месте, а это другое место, ну, достаточно далеко от меня находится, да, ну, то есть на проезд я буду тратить не полчаса, допустим, а где-то час, и еще тот момент, что я хотела сказать, что ей там человек нужен всего лишь на два дня в неделю, то есть у нее уходит одна в декрет, одна работает пять дней, она говорит, я меньше не хочу работать, здесь куда-то устраиваться, везде, вот, где я работаю, продажи упали, и за копейки я особо не хочу, да, сидеть и тратить свое время, и вот у меня сейчас, но она, и вот эта вот моя шифиня только может меня взять с января месяца, потому что девушка, которая уходит в декрет, она декабрь еще работает, а закрывается моя шифиня, вот, ноябрь последний месяц, то есть декабрь, у меня нету работы, я вот, у меня не паника, у меня просто, как объяснить, я не хочу опять, ну, сидеть дома, пока я еще не наработалась, то есть у меня есть, хотя у меня есть возможность посидеть дома, мы никогда не нуждались, ну, были моменты, когда нуждались в деньгах, но в последнее время мы не нуждаемся в деньгах, да, в деньгах, и я хотела сказать, что от того, что если бы я посидела дома, в принципе, ничего бы не изменилось, ну, я пока что хочу работать, вот, в чем сейчас вот я объясняю, и я хочу, и я не знаю, что сделать, Если здесь оставаться где-то, еще неизвестно, ей требуется там продавец по каскаду, где я работаю, или не требуется. Даже если требуется, за копейки тоже не хочу сидеть, да, что там сидеть за копейки, когда я могу за копейки дома полежать. Или домашними делами, наконец-то, заняться, а то дом, как говорится, я забросила. Декабрь месяц, да, получается. А с января уже там два дня. Но, опять-таки, два дня в неделю мне маловато, ну, хотя бы с четыре дня в неделю. И вот мне, ну, в общем, мне надо найти еще одну работу. Туда я хочу ездить. Мы как-то сработались и с шефиней, и плюс зарплата там будет больше, чем здесь. Даже при условии, что два дня я буду работать, она все равно будет более-менее нормально. Ну, я бы хотела бы еще два дня в неделю как-то чем-то заполнить. Ну, то есть, куда-то устроиться на работу. Вот в чем вся суть. То есть, подработку. И вот пока все это я думаю, это все так решилось. Это не, допустим, не два-три месяца решалось. Это все решилось вот за какую-то, допустим, неделю. И вот я думаю, что мне делать. Поэтому сейчас у меня, ну, вот если честно, я сегодня второе видео снимаю. Я снимаю эти два видео с таким, знаете, ну, вот я бы, допустим, сейчас лучше бы полежала бы и обдумала бы эту ситуацию. Но в связи с тем, что у меня есть какие-то обязательства перед вами, да, что я веду свой канал, я все равно, как ни крути, но видео вы должны все равно мои смотреть. То есть, регулярно они должны выходить. И я себя сегодня пересилила. Мне еще разбор косметики хотела сегодня снять. И меня попросили колготки снять. Потом примерку шапки я еще хотела. Ушанки. Кроссовки померить. Но это я уже сегодня точно не буду. И разбор косметики точно не буду. Это уже дня через четыре только я сниму. Получается. Ну, у меня один выходной. Я не знаю, за что хвататься. То ли кухню убирать. Да тем более у нас на улице еще такая грязюка. Вы не поверите. У нас постоянно дома в прихожей срач. Грязь. А ты обувь постоянно моешь. Полы эти постоянно моешь. У меня еще у мужа велосипед. Он грязный. Он говорит, я его не мою, потому что бесполезно мыть. Но он к матери ездит. Она недалеко живет. Он ездит на велосипеде к ней. И вот этот велосипед стоит грязный в прихожей. Мне просто он на нервы действует. Ну и смысл. Я мою полы, а он все равно же приезжает. Вот это вот грязь. Понимаете? Вот что. И у меня, я к чему это говорила, что сегодня день загруженный был. Вот вечер только освободила на покраску волос. Но это видео. А, это видео будет позже. Вот это вот. Это первое выйдет. А то уж просили, прям просили сильно снять это уходовое видео. И получается, что окрашивание волос будет чуть попозже выйдет видео. И вот два видео я сегодня сняла. И сижу, и надо же, болтаю, сижу. Ничего не хочу делать. В общем, хочу роллингелем сейчас почистить лицо. Будет отсвечивать. У меня искусственное освещение. Это роллингель для очищения пор. Сибабаланс 75 миллилитров. Здесь способ применения на очищенную сухую кожу. То есть лицо должно быть у вас предварительно очищено, быть чем-то сухое. Избегая области вокруг глаз. Равномерно распределить до образования. Катышка в 3-5 минут. Использует один-два раза в неделю. Но я реже использую. Я два раза, наверное, в месяц использую. И мне, в принципе, этого хватает. Я гидрофильное масло использую. Мусс использую. Вот так. Это вот не выглядит как гель, а выглядит как эмульсия больше. Ну, картошки катаю. Вот такие вот картошки. Вот, видите? Вот, покатала. Хорошо поры очищает. Пойду смою. Так, ну, смыла, помыла лицо. Но лицо идеально, конечно, чистое. Оно гладкое. Прям идеально чистое. Дальше. Вот эту вот маску. Мне Марина говорила, что надо ее... Так, в принципе, тут ее можно сложить. Вот так вот напополам. И выдавить. Сразу две на руку. Сейчас будем что-нибудь мутить. Что-нибудь замутим. Вот так вот она... Ой, она зеленая. Это увлажняющая, по-моему, маска. Но я вам сейчас скажу. Вот течет, течет. Сейчас я выдавлю, быстро нанесу. И все расскажу и покажу. Так, ну, рукой, конечно, это сложнее делать, но... Но можно. Так, все. Вот так вот все, видите? Теперь вот так вот все смешиваешь быстро-быстро на руке. И наносишь. Как она сказала, как карбокситерапия. И она пенится. Ну, запах, конечно, обалденный. Ой, какой вкусный запах. Эта маска как карбокситерапия должна поработать, как мне объяснили. Ну, я нанесу на кожу вокруг глаз. Вообще, это объяснили ей... Ну, не ей, видео она смотрела. Блогера, не знаю, кого там. В принципе, не суть важна. Я так поняла, что она косметолог. Она вообще косметолог, но пользуется сейчас продукцией от Фаберлик. Ну, и получается, косметолог практикует Фаберлик. Ну, вот эта маска, если честно, по запаху, мне больше понравилась, чем... Там, по-моему, лата была. И еще какая-то была. Не помню, не буду врать. Я это давно была уже. Я уже забыла, если честно. Так, все. Сидеть буду. Ну, наверное, 10 минут. Тут, по-моему, 10 так и указано. А, от 10 до 20 минут. Ну, посмотрим. В общем, она такая, знаете, как карбокситерапия, она пенится, если честно. Ну, не если честно. Я так сказала, как будто бы вы мне не верите. В общем, пошла сидеть. А что пошла сидеть? Я же с вами хотела поговорить. Меня просили тут снять мое отношение к процедурам красоты. Что еще? Потом я, в принципе, сама захотела вам объяснить суть балла и заказов. Сколько тратим? Почему такой маленький балл? Просто... Ну, это все сейчас объясню. И про маску я же хотела сказать. Что это? Green Tea Latte. Это зеленый чай плюс латте. Так, сейчас скажу. Для лица. Какая? А, она успокаивающая. Я думала, увлажняющая. Бабл маска для лица. Латте, зеленый чай. Воздушная пена. Здесь у нас экстракт зеленого чая, гиалуроновая кислота. Увлажняет, но она увлажняет. Цинцелла успокаивает чувствительную кожу. Кстати, мне это надо было, потому что я сейчас роллингелем помыла лицо. А также аромат. Ну, аромат здесь, конечно, вкусный. Из всех мне больше понравился аромат именно вот этой вот... Ой, у меня тут еще вытекает. Аромат вот этой вот маски. Ну, а куда девать? Вытекает же. Я сейчас пустые баночки отправлю. У меня там все замарается. Все на кожу. Естественно. Так же? Так же. Так, ну давайте я быстренько пробегусь по моему отношению, да. В общем, что хотела сказать. Сразу хочу сказать, что до 40 лет вот я лично противница. Если, конечно, это не уродство на вашем лице. Ну, как уродство? Если это не дефект, уродство в кавычках. Вы простите меня, если у кого-то, может, дефект есть. Я имею в виду уродство в кавычках в плане, знаете, если это вам мешает жить, вы комплексуете, вы стесняетесь, да. Если вам это мешает в плане какого-то, ну, здоровья, никакого-то здоровья. Вы сейчас, а то сейчас набросятся на меня. Нет, ни в коем случае не подумайте. То есть я вообще плохо не хочу говорить об этом. Если это мешает здоровью, если это, допустим, прям вот видимый дефект, который портит вашу внешность, то я не против косметологических процедур, да, хирургического вмешательства даже в любом возрасте. Но я лично противница, если это до 40 лет. Ну, это моё мнение. Если вы до 40 лет начинаете себе подтяжку лица делать хирургическим вмешательством, разрезая, да, что-то вставляя, что-то убирая, я, если честно, не буду вам говорить, я не знаю даже, что это, как это операции называются, да, я не говорю про, там, допустим, ну, даже ту же гиалуроновую кислоту колят же, я противница. Ну, вот какого-то, знаете, уколов в лицо до 40 лет. Уколов в лицо, там, отрезать, зарезать, вырезать, что-то подрезать, что-то подтянуть, что-то зашить, вот это я противница. После 40, да, конечно, овал лица плывёт, допустим, у кого-то кожа сухая, хочется гиалуроновой кислоты, да, ботокса, чтобы морщинки на лбу, межбровка разгладилась, там, допустим, века поднять. Ну, вот эти вот хирургические, косметологические процедуры, я не против, но я против, когда это уже идёт, знаете, как, как это объяснить, ну, как, вот, знаете, зависимость. То есть ты сделал одну операцию и пошёл там себе всё подправлять, всё удалять и так далее. Ну, вот я лично за, как сказать, всё, как сказать, как сказать, всё должно быть в меру, вот. Вот. Насчёт татуажей, там, губ, что ещё, уколы красоты, вот колледжи, против, да, в любом возрасте, ну, как в любом, в осознанном возрасте вы можете это сделать, но, опять-таки, всё должно быть в меру. У нас работает в одном бутике девушка, не знаю, сколько лет, но, может, 30, вот так вот, ну, 27, может, 30, до 30. Вот, вот такая вот худосенькая, худенькая, она на лицо миленькая, всё, но, мне кажется, у неё губы больше, чем она сама. У неё вот такие губы. Она идёт боком, ну, вот, когда профилем, я, допустим, смотрю на неё, я не могу, у неё на лице ничего, кроме губ, не видно. Пожалуйста, я не против, если у вас губы тонкие, и вы хотите немножко припухлости, пожалуйста. Я, опять, девчонки, сразу хочу сказать, это моё мнение. Я не навязываю, я никого не осуждаю, не обсуждаю, делайте, как говорится, что хотите, да, на своём лице. Ваше тело, ваше дело. Но мне, я высказываю своё мнение, мне самой не нравится, мне неприятно смотреть лично. Лично для меня, вот, я вижу, что на лице безобразие. Так, девочки, меня тут отвлекли, в общем, я смыла маску, вы знаете, написали, что успокаивающе, но у меня колет лицо, знаете, как будто бы кто-то там бегает. Не успокоила лицо после того, как я помыла роллингелем. Плюс сказали, что как карбокситерапия выровняла тон. Я не знаю, девчонки, вам, как говорится, судить. Ну, мне кажется, лицо, как было, так и осталось. Увлажнило ли оно? Да, оно увлажнило. Она не стягивает мне, ну, то есть я чувствую, что увлажнение есть. Ну, пока что вот. Буду ли я брать ещё? Ну, опять-таки, не знаю. Мне, понимаете, если бы я нанесла эту маску, и был бы вау-эффект, вот бывает же, вот наносишь, и потом смываешь вау-эффект. Такого нет. Она не очень бюджетная, да, на один раз, как бы себестоимость получается, ну, выше, чем мы берём в тубе, либо в баночке, поэтому я не знаю. Ну, вот из всех вот трёх масок, я, по-моему, три их брала, вот это вот самое мне больше всех понравилось, ну, вот, по моим ощущениям. И спасибо, Марина, что вы даёте дельные советы. Так, ещё на чём я остановилась? Ну, походу, буду уход наносить, и буду вам, так сказать, дальше рассказывать про красоту. Так, ну, по поводу татуажа, потом пирсинг, на теле тату, да, какие-то креативные стрижки, там, я не знаю, перманент, пудровое напыление, ресницы наклеить, ногти наклеить. Это, вы знаете, ну, всё должно быть в меру. Если вы, если вам нравится, ну, ходить там, татуированный всё, то ходите. Вообще, я рассказываю своё отношение, да, я рассказываю. Я не люблю сильно татуированных людей, опять-таки, я не люблю сильно, я не люблю людей до 40 лет, которые начинают себе уже вот что-то вот подтягивать, что-то, уколы колоть куда-то. Я ещё раз повторюсь, если это не дефект, да, при рождении, если это не дефект при жизни, если это не мешает здоровью, то, в принципе, я за естественную красоту, конечно же. Но при этом я люблю уход, уход, уход обязательный, он стабильный, он регулярный должен быть. Потом, что ещё я люблю? Я люблю в меру, вот, вот мне сейчас 43, конечно же, я уже сделала себе вот эту межресничку. Межресничку почему я сделала? Не для того, что для какой-то там красоты, да, просто-напросто. Я светлая, у меня светлые глаза, у меня ресницы светлые, у меня их практически нет. Я часто хожу без макияжа, и вот именно, и плюс, знаете, у меня, я потею сильно, и у меня, бывает, растекается. И вот чтобы в таких случаях, да, ну, чтобы глаз меня радовал, да, я сделала межресничку. Потом я сделала пудровое напыление на бровях. Так, это тоже вынужденная мера, потому что уже брови все растут, они есть брови, они есть, в принципе, подкрасить можно, было бы нормально. Но вот здесь вот уже плешивость, да, ну, как плешивость, ну, то есть меньше уже бровей, выпадывает с возрастом, как на голове волос, меньше, так вот у меня и на лице брови, да. Без бровей я не могу ходить, это, в принципе, ну, не знаю, для меня это некрасиво без бровей. Пусть они будут седые, я всё равно их крашу. Ну, вот видите, вот здесь вот есть бровки, но они реже, чем вот здесь вот, смотрите. Ну, то есть они есть, но чуть-чуть добавить, так сказать, изюминку можно. Губы, если бы у меня были бы тонкие губы и маленький рот, я бы, конечно, немножко добавила геоуронки. Потом, я не против ботекса, да, вот сюда, кого-то разгладит, там, межбровку, там, на лбу какую-то. Я не против, ну, это всё после 40. Я не против уколов красоты. Но я, если честно, не люблю, когда, вот я подписана на блогера, в инстаграм, на девушку. 27 лет в этом году исполнилось. У неё уже три пластические операции. По увеличению груди, ну, она ещё будет четвёртого дела, по уменьшению груди ей сильно бы много сделали. И, вот знаете что, она дала, там, 16 тысяч евро за операцию. Ей у неё нос пимкой, ну, пимкой был, пипкой вот этой вот, ну, такой широкий. Он ей не нравился, ей хотелось немножко такой удлинённый. И она, у неё глаза сами по себе медали видно, и вот здесь у неё немножко нависшая века. Ну, такое строение. И вот она хотела, чтобы, ну, вот так вот поднять и вот это убрать. Так ей сделали ещё хуже. Вот она дала 16 тысяч евро. У неё глаз теперь 40-летней женщины, ну, то есть нависшая, да, вот эта века, вот эта всё потёкшая. Ей убрали вот здесь вот что-то. Короче, я, суть, не знаю операции. И нос, вот здесь она постоянно носила какую-то вот, как сделала операцию, так постоянно носила вот эту вот повязку, да, фиксацию, тейп носила она. А когда снимала, у неё как будто кривой нос. Операцию ей испортили, понимаете? И она сделала вторую операцию, чтобы ей подправили первую операцию. Девушке 27 лет. Вот. Так самое, что интересно, она шикарная, она красиво выглядит, она красивая. У неё всё нормально. Зачем вот? Я не осуждаю её. Я это в своём мнении высказываю. Зачем? Как говорится, я не против, не противница, да. Мне нравятся дреды на волосах. Я люблю дреды. Мне, ну, если там, допустим, вообще волос нету, там парики носят, да, либо наращивают волосы, наращивают ногти. Я этого всего не против косметических, да. Я гель-лак делаю. Ну, ногти мои, ну, я их подстригаю, но она мне либо короче, либо длиннее делает. Но я делаю гель-лак. Мне нравится. Мне нравится ходить, ну, три недели с ногтями, с нормальными. Они облупленными, это каждые, там, два-три дня делать маникюр. Нету времени. Это удобно. Особенно для занятой, да, женщины. Это очень удобно, какие-то вот эти вот процедуры. Но я лично противница всего, вот, когда много пирсингов, да, на себе. У меня вот в носу пирсинг. У меня здесь две дырочки. Ну, то есть, на одном ухе две дырочки, на одном одна дырочка и в носу. И всё. Больше я вообще хотела, знаете, ещё где-то бровь сделать. У меня здесь, вот здесь вот, видите, ну, как-то вот некрасиво вот здесь вот. Сейчас с перманентом лучше, а без перманента было хуже. Как будто бы здесь ничего нету. И вот сюда хотела пирсинг. Ну, я что-то тянула, тянула, тянула и передумала. Вот как с губами. Хочу губы сделать пирсинг, о, пирсинг, перманент. Ну, вот тяну, тяну, теперь уже и передумала, как говорится. Ну, ещё, может быть, захочу. Вот. Так, давайте будем наносить Блум. Сыворотка-активатор для лица. И только на ночное применение наношу. Она плотная. Ну, днём тяжеловато для меня под макияж. Ой, я тоник не принесла. Блин, ну ладно. Я сегодня без тоника. Думаю, чего? Вот сижу, представляете, и думаю, что-то я не то делаю. Ну, один раз, вот представляете, вообще никогда не забывала тоник. А сегодня я прям забыла. Ну, думаю, ладно. Теперь уже. Как говорится, один раз. Забыла, ничего страшного. Как будто волос во рту. Не волос, а укроп. Салат ела. Ужинала. Так, ну, сыворотка плотная. Она сложно разносится. Тем более лицо-то. Я вот и начала её наносить. И думаю, что-то мне на лице не хватает. Не хватает тоника. Ну, бог с ним, с тоником. Когда тоник ещё наносишь. Тоник, либо что там у вас, тонер. Он, знаете, как будто бы, как объяснить. Уже уход же нанесён. И сыворотка наносится гораздо удобнее. То есть она, вот плотные текстуры после тоника наносятся очень скользящие. Вот так вот буду говорить по лицу. Дальше нанесу я Global Oxygen гель. В принципе, я его всегда днём наношу. Что-то сейчас на ночь захотела. Ну, пусть будет на ночное время. У меня же на ночное есть ночная маска Dream Therapy гелевая. Ну, вот я принесла вот такой вот. Сегодня нанесу Global Oxygen кислородный бальзам. 50 мл, он универсальный. Он, помимо того, что идёт как ухаживающее средство, он ещё и фармацевтический. Ну, то есть, получается, ожоги там химические, термические, солнечные. Укусы насекомых. Синяки, ушибы, ну и увлажнения. Так, дальше нанесу я с коллагеном ночной крем для лица. Дневной мне больше понравился. Ну, ночной тоже плотный. Он не тоже, он плотный ночной. И поэтому плотный текстурный, ну, он и должен быть плотным. Но ночное применение, плотные текстуры нормальные. Но, но я люблю больше. Текстуры более нежные, такие, знаете, ну, увлажняющие. Не питательные, но увлажняющие. Хотя, и питательные тоже хороши. Что-то я зависла. Я что-то ещё хотела рассказать. Но забыла, что. А, я хотела рассказать про... Блин, у меня ещё тут волос. Вот, думаю, что катается. Про заказы. Так, вот, девчонки, послушайте меня. Я не знаю, будет сумбурно, не сумбурно. Смогу я ли, ну, до вас донести это? Что я хочу донести? И у меня вообще есть объёмная скидка. Что такое объёмная скидка? Объёмная скидка – это когда люди, которые ты, ты регистрируешь людей, они делают заказы. И получается, компания Fabric объёмную скидку платит консультантам, тем, кто делает выше 50 баллов. Ну, и у кого есть структура, которая делает заказы. Вот от них идёт объёмная скидка. Объёмная скидка – вы можете оплачивать свои заказы. У меня объёмная скидка, ну, туда-сюда, знаете, прыгает, так сказать, от 3% до 9%. Ну, у меня... Я сейчас активно не регистрирую людей в свою команду, да. Я не строю бизнес. У меня сейчас другие приоритеты, другие планы. С Faberlic я имею в виду не строю бизнес. Не активно. Нет, я строю. Но не активно. Если бы вот так вот задастся целью, да, то я, возможно, бы и сделала бы это всё, да. Но у меня сейчас другие цели, другие планы, другое желание, другие возможности. В общем, всё это, как бы, всё в жизни меняется. Ничего не вечно у нас. Ну, и вот так же моё желание, да. Ну, я всё равно скажу, что ссылка для регистрации всегда есть под моим любым видео. Так что регистрируйтесь, кто хочет ко мне в мою команду. Я никому никогда не навязываюсь. Но кто меня просит, я объясняю. Естественно, я объясняю, как сделать заказ. Вообще, любой вопрос, если вы не знаете, и если я в нём компетентна, я обязательно отвечу. Если нет, то я спрошу либо в обратной связи, либо выше стоящего наставника. Вот. У меня есть объёмная скидка. И эта объёмная скидка я оплачиваю заказу. Ну, конечно, там 65%. Ну, у меня, в принципе, списывается она практически вся, потому что у меня не такая уж большая объёмная скидка. Но я хотела рассказать вам не про объёмную скидку, а про то, что... Вот смотрите, вы делаете, допустим, заказ на 100 баллов. Но 100 баллов, вот как у меня муж, почему... Ну, ему тоже интересно, почему у тебя всегда 100 баллов в разная общая сумма? Я, ну, понимаете, человеку, не знающий, не понимающий объяснять смысла не вижу. Сыворотка для роста бровей. И поэтому я ему говорю, что компания Фаберлик начисляет баллы. Если товар по скидке ты берёшь... Мы же любим все скидки, да? То балл меньше. Ну, допустим, что там? Гель для душа, допустим. Он стоит без скидки, допустим, я говорю, там 900 тенге. Балл на него идёт 2 балла. Если он по акции, по скидке, ты платишь, допустим, 600 тенге, тенге, а балл уменьшается, и балл даже не 2 балла становится, даже не 1, а где-то 0,85, грубо говоря. Вот. А я делаю, допустим, ну, не допустим, а 100 баллов я делаю. И вот чтобы мне набрать 100 баллов, это 0,85, ну, допустим, я гели одни хочу, вот по скидке, да? Это сколько мне нужно их сделать. И общая стоимость, сумма заказа получается выше, как ни крути. Ну, вот даже, допустим, пошла, взяла другую сотку посчитать. Вот, допустим, 0,85 балл, да? Нам нужно 100 баллов, допустим, умножить на... умножить на 100. Что-то я не могу посчитать, не могу собрать. Я вообще в математике никогда не была сильна. Ну, получается, нам нужно 85 гелей, чтобы 100 баллов сделать. Вроде бы так, я понимаю. 85 умножаем на 600. Нет, я, наверное, неправильно считаю. Как бы так посчитать? Нет, это надо 100 разделить на 0,85. Допустим, 100 баллов делим на 0,85. Получается у нас 118 гелей штук. И умножаем на 600. Вот, получается у нас 71 тысяча, грубо говоря, тенге. Это я про тенге рассказывала, но без разницы, хоть рублей. В общем, вот. А если, допустим, гель стоит 2. 100 разделить на 2. Это 50. И умножаем на 900. Это 45 тысяч. Вы поняли меня? То есть, 45 минус 71 тысяча. На 26 тысяч в тенге я переплачиваю общую стоимость. Общую стоимость заказа. Но гелей меньше на 100 баллов. Я не говорю, что вы там кто-то должен на 100 баллов. Но я уже давно, уже скоро буду, ну не скоро, там, вип-золото, да. У меня очень много привилегий, да. Плюс на 100 баллов дают тебе компания Фаберик консультантов, которые ты, они регистрируют под тебя. Но ты должна их, грубо говоря, обработать, в кавычках, да. Ну то есть, с ними позаниматься. Плюс объемную скидку выплачивают. Ну, объемную скидку от 50 баллов выплачивают. Ну, плюс там драйвы начисляются. Я, конечно, в драйвы там особо не вникала, что да как. Мне компания Фаберик там предлагает какие-то бонусы. Я ими пользуюсь, если они мне нужны. Но суть в том, что мне лично, как человеку, который делает 100 баллов, проще взять гели без акции. То есть, их будет 50 штук, а не 118. То есть, видите, 50 и 118. Это разница даже не в два раза, а чуть больше половины, да, получается. Но оплатить заказ меньше, чем ты, чем я возьму, допустим, делая на 100 баллов и по акции, но гелей будет больше, но стоимость общая заказа будет больше. И мне лично, как 100 баллинику, это невыгодно. Поэтому я вообще, я, конечно, еще не под ней вошла, вы знаете, в ту... Ну, мы привыкли, да, халяву, скидку, дешевле, тем лучше, да. Это хорошо тем, кто баллы не считает, они, конечно, подешевле берут. Я баллы считаю, мне выгоднее лучше брать, конечно же, отдавать на 26 тысяч меньше, грубо говоря, и брать меньше гелей, допустим, да. Я не продаю ничего. Если бы я продавала, мне, конечно, выгоднее было бы подешевле взять. Подешевле взял по акции, продал подороже, да, по цене каталога. Но я не продаю, я пользователь сама. Мне лично самой все равно взять, подороже или подешевле. Мне не все равно, у меня есть разница. Но подороже получается мне выгоднее, потому что я трачу из семейного бюджета меньше денег. Но 100 баллов делаю. Вот что я хотела сказать. И еще тот момент, у меня еще подсознание никак не может привыкнуть к тому, что все-таки в компании Фаберлик балл, когда балл больше и стоимость больше, это выгоднее для 100-бальников, нежели чем наоборот. Ну, опять-таки повторюсь, кто продает, выгоднее, конечно, взять дешевле. Но я не продаю, я человек, который регистрирую под себя и пользуюсь объемной скидкой. Вот так вот мне выгоднее. Надеюсь, я объяснила этот момент, потому что многие меня не понимают, что мне все-таки без акции выгоднее взять. То есть мне выгоднее взять товар, который будет больше по баллу. Ну, даже без акции, допустим. Мне не выгодно брать кремушки какие-то дешевенькие, какие-то, ну, мало, низкобальные. Мне выгодно брать сразу вот дорогой товар. Мне выгоднее брать дорогой товар. Пусть это будет меньше, но это будет меньше и общая сумма будет меньше, но зато будет 100 баллов. Так, теперь что мы делаем? Теперь я хочу на руки нанести крем. Крем я сегодня буду вот этот вот омега-хит наносить. У меня уже здесь чуть-чуть остался. Ну, я вот активно пользуюсь им. Он у меня лежит просто на прикроватной тумбочке в корзинке. Я ножки мажу, ручки мажу. Ну, мажу и мажу. Есть он у меня и есть. Вообще этот крем как для рук, для тела, для лица, ну, наверное, и для ног. В общем, он универсальный идет. Он универсальный, он, кстати, неплохой. Хоть и здесь в составе масла. Ну, мне, в принципе, знаете, я еще хотела сказать, что видно еще, что поела. Поработала ли я в перчатках сегодня или без перчаток. Какой гормональный у меня фон сегодня. Вот от этого тоже зависит сухость рук, увлажненность рук. И я уже перестала обращать внимание на кремы, которые там сушат, не сушат. Вот я смазала, как говорится. Помазала, намазала. Есть он у меня, любой уже крем, уже не обращаю внимания, есть, намазала. Конечно, если бы он мне какие-то прям совсем дискомфорт приносил, прям совсем сушил руки, я бы не мазала, да, не наносила. А так как он универсальный крем, омега-3679, for face hands body, то есть лицо, hands, руки и тело. Стоит, большая банка, пользуюсь. Повторять буду? Не знаю, может не буду. Я уже как пустые баночки стала снимать. Повторять, не повторять. В общем, вот. Так, ну все, пожалуй, все. Ну, надеюсь, мой обзор был для вас полезным. Губы я не мажу никаким бальзамчиком. Вот так вот кремушком помазала. Каким лицом мазала, таким и губы помазала. И все. Ну, надеюсь, мой обзор был для вас полезным. А с вами была Людмила Хамула. Всем пока.